Внимание вор! Фотография с такой надписью В итоге снимок облетел интернет. Одни негодовали, что лицо ребенка опубликовали, другие вступали за владельцев торговых сетей. А оказалось, что директор магазина и подросток были в сговоре. Все началось с фотографии продуктов, которые украли в теперь уже известном на всю Россию магазине. В этом сообществе выложила фотография о том, что в продукты поставили наш хэштег. Была своровано фотография перекрученных шоколадок, своровано на 2000 рублей. Ну и соответственно, мы, так как мы присутствуем сами в социальных сетях, сами там молодые и продвинутые, все как бы эту движуху знаем, мы понимали, что с ними надо вести борьбу точно так же. Вести борьбу директор магазина решил с шоп-лифтерами. Раньше их называли криптоманами. В последнее время в социальных сетях стали появляться группы, где молодые люди выкладывают фотографии с ворованными вещами. Если раньше воровство считалось позором, то теперь о вещах, которые удалось вынести из магазина, не заплатив, не просто говорят, а этим хвастают. Выкладывают фото в соцсети. И не важно, что ты любишь молочный шоколад. Придется взять мармелад, потому что он стоит дороже, а значит наберет больше лайков. Сладости для начинающих. Профи специализируются на дорогих вещах и бытовой технике. Уже существуют интернет-магазины, где можно приобрести экранирующую ткань, глушилки, датчики. В общем, все, чтобы обмануть службу охраны. Мальчик, чью фото облетела весь интернет, сам предложил директору магазина разместить свой снимок. Таким образом он провел собственный эксперимент и поднял проблему шоплифтерства в России. Правда, родители об этом не знали. В соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку речь идет о несовершеннолетнем ребенке, то не сам ребенок, а его законный представитель, кто-то из родителей. Если родителей нет, то это может быть опекун. Если опекуна нет, то это может быть детское учреждение, если он, например, в детском доме содержится. В праве обратиться в суд и с иском о защите чести и достоинства ребенка. Сначала мама и папа действительно хотели подать в суд, когда увидели своего ребенка в интернете. Но после многочасовых бесед с Чадом, объяснений, что такое блогерство, интернет-продвижение, дали официальное согласие на размещение фотографий. В это время следственные органы закрыли несколько сообществ в социальных сетях, нашли руководителей и подписчиков. Скорее всего, количество заведенных дел в ближайшее время на порядок увеличится. А в магазине сегодня ажиотаж. Даже такая реклама пошла на пользу. Елена Щербакова, Александр Ведерников, Новости ОТС.